Большинство аллергиков самым сложным временем считают весну. Однако для многих людей проблематичной становится аллергия в августе. Именно в этот период не исключается поленос. Это аллергия на пыльцу некоторых растений. На сегодняшний день в разгаре третья волна пыления. Она характеризуется высокой концентрацией в составе воздуха пыльцы разнотравия. И больше всего на сегодняшний день в составе воздуха отмечается пыльца аллергенной полыни, крапивы. Крапивы очень много, но это растение крайне редко вызывает аллергию, но при анализе мы не можем ее не учитывать. Единичные пыльцевые зерна злаков также в составе воздуха встречаются в невысоких концентрациях пыльцевые зерна маревых. Помимо пыльцы растений, аллергию могут спровоцировать и споры грибов. Как отмечают специалисты, на данный момент концентрация их в воздухе очень высокая. Грибы колдоспориума альтернария в этом году очень интенсивно спороносит. В составе воздуха в пик можно наблюдать более 5000 спор аллергенного колдоспориума. Иногда аллергики просто не обращают на него внимания. Скорее всего от того, что просто не знают, что эти споры в таком количестве летают в составе воздуха. Нередко признаки аллергии похожи на развитие простудного заболевания. Изначально могут появиться насморк и слезотечение. В первую очередь, для того, чтобы понять свою симптоматику, необходимо сопоставлять свое самочувствие с теми данными, которые получаются в результате мониторинговых работ. Таким образом, человек может сам наблюдать, при увеличении концентрации того или иного аллергена симптомы ухудшаются или нет. Эти данные можно посмотреть на Всероссийском аллергологическом портале Аллерготов. Обычно люди, страдающие от поленоза, стараются минимизировать контакты с аллергеном и нередко уезжают из региона, где идет активное цветение. Но такая возможность есть не всегда. В этом случае переждать опасный период помогут частая влажная уборка и специальные очистители воздуха, которые имеют противоаллергенные фильтры. Андрей Тюрников, Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».